Ты вот так по улице ходишь без плаща Мне было важно сделать такой вау-эффект Такого особо на рынке нет Тебе проще управлять аудиторией Просто психолог или наставник, или наставник Короче, он занимается гипнооргазмами Ни хера не понятно, но очень интересно Ты всегда какой-то заводила душа компанией Блин, это охеренно, я хочу к тебе, наставник, что ли, в твою личную работу Сделай из меня звезду Че-то выцепил, что-то выцегонил бесплатное Видит цель, не видит препятствия И ебошит 24 на 7, это прям я Ребята, всем привет Это канал Кто Красавчик И сегодня тема нашего разговора Это личный бренд Как его прокачивать, для чего он нужен Что можно получить с помощью личного бренда И как его выстроить, если ты совсем вообще с нуля Поэтому сегодня мы пригласили Алену Алена, привет Привет Алена Рудая Бренд-архитектор, эксперт по влиянию, спикер по личному бренду Выступала на 50 с плюсом площадках с аудиторией до 5000 человек 60 плюс кейсов по личному бренду Топ-1 среди визуализаторов бренда мира Давай сразу Тебя называют экспертом по влиянию Почему именно вот такое Эксперт по влиянию А там не эксперт по личному бренду Вот так вот Смотри, ну просто история с личным брендом Она достаточно такая широкая И я столкнулась с тем, что Каждый закладывает свой смысл в личный бренд И мне хотелось бы сфокусироваться на конкретной истории Именно влияния То есть когда мы продаем, мы влияем Когда мы общаемся, мы влияем И моя задача выстроить такой личный бренд Основанный на индивидуальности каждого человека Каждого моего клиента, с кем я взаимодействую Который позволяет экологично влиять на других людей И забирать все, что нужно Все, что требуется Исходя из целей и задач Это признание Это деньги Это клиенты Все, что тебе нужно Для того, чтобы ты достиг тех или иных целей и задач Ну и по сути, да Я выстраиваю личный бренд именно на уникальности То есть моя ключевая задача Не просто вывести на выступление Вывести на сцену Сделать человека известным А сначала сформировать ему ядро личного бренда То есть, ну давай так Я разделяю личный бренд на три уровня То есть первое Это четкое понимание, кто ты Твоих суперсил Твоей уникальности Твоей индивидуальности Отсюда же идет твой метод То есть почему к тебе У нас тысяча психологов Почему мне нужно обратиться именно там К этому психологу Или там к тебе как наставнику В чем твоя уникальность В чем твоя суперсила Сюда же идет вся маркетинговая упаковка Это там, допустим, цвета В которых ты проявляешься Твои шрифты Твоя уникальная тема А подожди, вот ты сейчас перед подкастом переоделась Это просто твой цвет, получается? То есть ты вот так по улице ходишь без плаща Да, как супермен Нет, по улице я тоже хожу в плаще У меня есть элементы красного, да В моем стиле Ну сейчас, скажем так Так как я нахожусь в преддверии запуска Но об этом чуть, наверное, попозже мы поговорим Мне было важно сделать такой вау-эффект Ты, я думаю, тоже видел мои релсы Которые я продюсирую сейчас И для себя в том числе И я выбрала красный цвет Потому что он мне подходит по моим цветам И по тому, что откликается моей телевой аудитории Плюс он производит такой вау-эффект То есть это всегда то, что вызывает вброс Скажем так На куда фокус внимания падает И, соответственно, когда на тебе много внимания Тебе проще управлять аудиторией Три уровня Да, окей Первый уровень – это ядро личного бренда Все, что касается твоих суперсил Твоей уникальности Твоих цветов Той темы, с которой ты выступаешь Транслируешь себя У всех точках контакта с целевой аудиторией Пишешь статьи Снимаешь релсы Делаешь прогревы То есть какая-то такая тема Которая везде мелькает Именно связанная с тобой То есть это такое ядро Твоя суперсила Твоя уникальность Вот я считаю, что без этой истории Двигаться куда-то дальше нет смысла Потому что, опять-таки, непонятно, почему к тебе Почему из тысячи психологов к тебе Почему из тысячи наставников к тебе Следующий уровень, когда ты понимаешь Свои цвета, свой уникальный стиль Своё позиционирование тоже желательно уникальное А не просто психолог или наставник наставников Следующее – мы прокачиваем то, что Вот ты говоришь, уникальное с точки зрения наставник наставников А какие примеры уникальные? Давай пару примеров разберём Ну смотри, это просто совокупность Это не именно, знаешь, как ты себя называешь Хотя тоже в моей работе Допустим, ко мне приходил коуч, который Больше занимался сферой отношений То есть не психологией отношений А именно коучинг отношений И мы сделали позиционирование love coach Ну то есть такого особо на рынке нет То есть это прикольно, когда что-то рождается Такое уникальное Или как у Саши Митрошиной Матерь бложья Ты такого нигде больше не услышал И это как бы ассоциируется с ней Или я ассоциирую себя с экспертом по влиянию Но типа ты нигде такого не слышал Это прикольно, это то, что якорится Второй уровень личного бренда Это прокачанные социальные сети И я еще плюс за то, чтобы Если снимать контент, то креативный Потому что, ну безусловно, говорящая голова Вот так вот записанная, да Она, конечно же, работает Но опять-таки вопрос качества картинки Ну у некоторых работает Ты просто идешь по улице И у тебя может собраться миллион просмотров Но когда ты начинающий эксперт Тебе опять-таки нужно выделяться Поэтому я за то, чтобы снимать Нестандартный креативный контент Чаще всего с клиентами мы снимаем Такие кинематографические прям серии Которые люди ждут, им интересно Это очень круто прогревает Логиальность текущей аудитории И третий уровень Это уже как бы сливки У меня, кстати, скоро будет Скоро будет рилс как раз связанный с этим Как приготовить правильно свой личный бренд Это как раз уже подкасты, СМИ, выступления Пиар, телевизор, радио Все остальное, по сути Ну то, что уже чаще всего Стоит больших денег И вкладывание больших ресурсов И здесь, знаешь, как бы нет смысла Идти сразу на третью ступень Там очень углубленно выступать Идти на большое количество подкастов Когда вот этой базы еще нет На этом канале я записал уже больше 70 подкастов Почему я это делаю И почему вообще этот формат Очень круто заходит для вас Я реально хочу узнать Секрет предпринимателей Которые легко живут Легко путешествуют Легко зарабатывают деньги Занимаются любимым делом И так далее И поэтому для вас Я подготовил трехдневный Бесплатный марафон по мышлению Потому что большинство наших гостей Очень сильно говорит про мышление Ну все равно, да, когда ты хочешь развиваться Тебе важно заниматься там Прокачкой мышления Припрограммировать свои какие-то Негативные установки и так далее Я этим занимаюсь уже больше трех лет И для тебя я подготовил Трехдневный бесплатный марафон С практиками, с медитациями, с проработками Это очень мощный, крутой марафон Который доступен по ссылке в описании Там мы вместе с тобой встретимся И каждый день, пока мы будем вести марафон По часу в день я буду давать Практическую часть Которую мне сильно Которая меня сильно помогла вырасти И дала крутые и мощные результаты У меня клиенты, например, с одного выступления Могут спокойно закрыть группу на 3 миллиона Ну то есть там сделать 7-10 продаж Ну в зависимости от этих чека Если они еще и сами организовывают мероприятия Тоже там по моей системе То продажи еще будут выше Ну и я в среднем тоже с выступления Когда я в Москве Это в основном мой канал Источник трафика Офлайн Одного-двух клиентов на 500к Я легко тоже закрываю Потому что я знаю, что моя тема интересна Целевой аудитории Я интересно говорю Ну естественно это харизматика в том числе На чем устроен личный бренд Это то, как я выгляжу Это те темы, опять-таки Которые я транслирую Они не из головы мной взяты Соответственно я понимаю Боли и проблемы своей целевой аудитории Это там тоже чисто понятный Маркетинговый инструмент И соответственно это Ну там плюс некоторые фишки При продаже При правильном заведении людей Воронку с мероприятием Типа оп, вот твои легкие продажи То есть можно безусловно Идти на третий уровень сразу Но конверсия будет гораздо ниже Нежели ты пройдешь По всем вот этим вот Трем ступеням Ну и более того Естественно мы понимаем Что с любого выступления Конверсия не может быть 100% Ну то есть кто-то покупает Кто-то не покупает И люди должны куда-то дальше переходить И когда у тебя прокачаны Социальные сети То по сути Эти люди дальше прогреваются То есть у меня есть несколько клиентов Которые с моего выступления Грелись год И потом пришли ко мне Ну такие все Мы теперь поняли Вот как место вот нам нужно Ну тогда было не актуально Были другие задачи по бизнесу Сейчас все хорошо Там базовые потребности закрыты Хочу идти там в известность В пиар Сделай из меня звезду Вот люди грелись год Ну то есть Был бы у меня хроновый инстаграм Который было бы интересно смотреть Но я бы просто этих людов потеряла Поэтому Ну здесь прям очень важно Идти степ бай степ В плане выстраивания Именно вот этой вот Работы личного бренда Слушай, а расскажи тогда Вот методологию Тут уникальная методология Да, которая основана там На характере На вот этой всей движухе Как она создается у тебя И как вот, ну то есть Как по этой методологии пройтись Смотри, я поняла твой вопрос На самом деле Это в целом Квинтэссенция создания Того продукта Которым я сейчас занимаюсь То есть я сейчас У меня есть курс Он называется «Влияй» И я его создала Именно потому что Ко мне стали обращаться Очень много людей Которые говорят Блин, вот типа каждый спикер Типа куда не прихожу Все говорят Типа будь уникальный Транслируй уникальный контент Он у тебя по этому не залетает Потому что он типа Нифига не уникальный Да, сто процентов Я понимаю, о чем это Я понимаю, о чем это Как стать уникальным, господи Скажите уже мне, пожалуйста Приходите ко мне на курсы Все понятно Все понятно Начинается Начинается Ну смотри Там правда очень То есть То, как я работаю с клиентами То есть у меня есть два формата работы Это по сути обучение И, соответственно, личная работа с клиентом Когда я работаю в личной работе с клиентом Я все делаю за него То есть я его очень глубоко распаковываю У нас там пятичасовые распаковки И здесь очень важно Сейчас тоже, может быть, кто-то услышит Что, блядь, очередная распаковка И типа, чего с ней нахрен делать Важно не только распаковать человека Но и упаковать его Ну типа, понять Какие ключевые смыслы забрать И как их вообще дальше транслировать И вот я оцифровала Получается, всю работу личную с клиентом То есть как я им выстраиваю личный бренд И, по сути, упаковала это в понятную методологию Как тебе самому себя изучить И дальше ты можешь Так же упаковывать и других экспертов То есть я сейчас эту историю не продаю Как профессию Но, скорее всего, это к тому придет Но там очень много блоков Именно по распаковке себя И своих суперсил По съемке крутого контента По съемке рилсов По выступлению По отбору площадок Ну даже можно самостоятельно Написать статьи в СМИ И сделать это бесплатно То есть у меня здесь тоже есть Очень мощный приглашенный спикер На эту тему То есть все, что я делаю для клиента Я это оцифровала И как бы это можно забрать И, соответственно, выстроить для себя Или потом даже для других людей А где забрать можно? Ну, забрать в моем курсе В твоем курсе брать можно Все, хорошо В твоем курсе Сыгрский А есть что-то посмотреть Вот если человек хочет Привлизиться к этому Что-то может быть бесплатное Мы создадим И дадим нашим подписчикам Дорогим Да, подписчики? Я всегда все забираю Все в дом Все в дом Все в дом Я забираю Все к своим прекрасным подписчикам Ну, смотри На самом деле Ну, короче У меня сейчас в целом Цели и задачи Продавать сейчас этот курс Но давай, наверное, так сделаем Я могу открыть два урока Для твоих подписчиков Ну, то есть вообще Они тоже стоят денег Я их тоже продаю Но, окей Как бы для твоей аудитории Я могу отдать Именно два урока Бесплатных Они тоже очень В смысле бесплатно отдать Они тоже очень круто записаны Вы кайфанете от качества Я уверена Вот Соответственно, они как раз Содержат именно основу Раскрытия своих суперсил Мы дальше по-любому Зайдем в тему архетипов Потому что это основа моего метода Вот там как раз Эти уроки нацелены на то Чтобы вы познакомились С теми архетипами Которые у вас представлены Вы пройдете мой авторский тест На архетипы И поймете Именно через Какие свои сильные стороны Вы сможете себя проявлять Через какие цвета И через то, что нужно Вашей аудитории Вот Поэтому Даже я посмотрю Поэтому ссылочку оставляю в описании Что-то выцепил Что-то выцепил Бесплатное Как обычно Все Ссылочка в описании Ребят Переходите Два урока Соответственно По позиционированию И личному бренду Уже там Кто красавчик Подкаст Слушай, ну у тебя знаешь, что прикольно Что Опять-таки Если идти в архетипы То у тебя просто Очень проявленный Такой архетип шут Он реально очень классный Это не всегда про шутки Смех и так далее Это про некий эпатаж Быть ярким Быть на сцене Быть по вниманию У меня даже такая прическа сейчас Вот такая Ну прическа у тебя даже больше Мне кажется, что это невинно Она такая милая С кудряшками Вот И когда у человека Очень яркая харизматика Ну ты Типа Ты сам знаешь Что ты яркий Ты всегда какой-то заводила Душа компании Да Тебе вот Ну короче Важно Привлекать внимание Быть всегда в центре внимания И Поэтому Ну как бы На таких людей Всегда супер Ну типа априори У тебя уже просто Есть такие внутренние таланты Которым Благодаря которым Люди на тебя обращают Уже внимание Вот Поэтому скорее всего У тебя там Конверсия на верхних уровнях Она неплохая Ну скорее всего Хорош Не жалуйся Не жалуйся Ну можно лучше конечно Но не жалуйся Хорош Блин Я просто реально Вот я типа как человек Я старался Я типа ходил к стилисту Но вот эта история У меня заканчивается На моменте Когда мне нужно встать Там типа Ну типа у меня там Какая-нибудь съемка В 9 утра И я типа просыпаюсь И такой типа Какая футболка Менее помятая Вот ее возьму Ну то есть Я вот это не могу контролировать То есть мне прям супер сложно Вот что ты посоветуешь Таким людям Которым Я думаю что это Большинство мужчин Наверняка Ну хотя Не знаю Ну конкретно Вот есть парамой формат Что типа вроде как Прикольно-классно Но Вот Очень сложно Это поддерживать А как тебе стилиоза? Не Он классный Да Я помню что он ходил Когда в какой-то момент В черной футболке постоянно И Мне это например Откликнулось То есть я покупил из-за этого Я такой прикольно Чувак в черной футболке Что-то рассказывает Как Стив Джобс Прикольно Вот Потом он поменял Свой стиль Начал носить какие-то бренды И так далее Ну прикольный стиль Обычный нормальный Ну вот Типа в этом прикол Определение понимания Своих архетипов Потому что Ну я в тебя четко считываю Славного малого Это такое типа Особенно сейчас Да как ты выглядишь Такой Свой пацан Я простой Со мной классно Но останется Полтора миллиона все-таки Потому что Проявитель тебе тоже есть Так же как и Ояза Ну просто давай На Оязе разберу Если тем более У нас аудитория такая большая Которая с лайком связана Ну вы все поймете Ояз очень сильно транслирует Архетип славного малого Потому что его задача Сделать Как раз там 50 тысяч предпринимателей Какая у него миссия Не так давно была Ну то есть понятно Что-то может меняться Ну не суть Да как бы Да Но миссия я думаю осталась Я тоже думаю Что миссия осталась И в целом Если это важно То мое отношение Ко всему происходящему Ну как бы Только укрепило Веру И понимание Что он очень крутой Потому что Очень много всего Тоже дал И сообществу нашему И так далее Короче В общем у него Цель задач Сделать как можно больше Предпринимателей Причем основной сегмент Это те люди Которые находятся в найме И ему важно показать Что ребят Я такой же как и вы То есть почему он Постоянно транслирует Свою историю Что я не из богатой семьи Я в 14 лет ушел из дома То есть ребят Я такой же И раз я этот путь прошел Вы тоже сможете И соответственно Ему нужно И в стилевом Своем проявлении Показать что Я такой же как и вы И поэтому Он очень часто Просто в белой футболке В черной футболке В брюках И нам кажется Что он выглядит Ну типа просто обычно Хотя на самом деле Понятно что у него Дорогие вещи То есть я каждый раз Когда он где-то выступает Я прям залипаю На качество его Каких-то брюк Потому что господи Они так вот Такое мелкое Небольшое Какое-то Такое лоско сияние Оно в образ Смотрится дорого Ну на первый взгляд Очень просто И Это опять-таки Про магию влияния Он показывает То есть он мог бы ходить В каких-нибудь Каких-то очень модных костюмах Он кстати Если носит бренды То не так часто Ну не прям Типа знаешь Баллмен 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 И так далее Такого какой-то Логомании у него нет Потому что опять-таки Ему важно Сохранить эту близость Аудитории И он там же Ну там вспомнит Как он там какие-нибудь Рилсы записывает И сидит Я с такой-нибудь Дошарак Такой Ребят у меня идея Завтра миллиард зарабатывай И это вот это вот Сочетание Славного малого И правителя Которое помогает ему С одной стороны Собирать очень большой Пласт людей Потому что Славного малых Людей у нас очень много Потому что Ну типа Самая главная Ценность славного малого Это причастность К чему-то большому К какому-то Ну там Обществу Да Ну мы все социальные люди И нам Вроде бы не хочется Быть всегда наедине Только с самим собой И на этом Славном малом Построены почти все сообщества Потому что Это про общие ценности И когда ты гордишься Своим сообществом Это тоже вот Про ценности славного малого Ну и при этом Естественно Он показывает Свои частные джеты На чем он летает, на чем он ездит Это как раз история про статусность и про правителя Естественно, про масштабы, про его мышление Постоянно думать о масштабировании своего бизнеса И о деньгах Это все, что касается правителя Ну и все, кто, естественно, в бизнесе У них на 99% правитель у них тоже прокачан Вопрос просто Как его правильно сочетать именно с точки зрения стиля и твоей проявленности И тебе тоже нужно просто найти этот стиль, в котором тебе комфортно Я всегда против навязанных рамок Что если это эксперт, он должен всегда сидеть в пиджаке Ну это хрень, ну типа так не работает Чем больше ты на себя навязываешь рамок Тем тебе сложнее в них жить И рано или поздно все равно ложь скроется, скажем так Я такой, сду, короче, пойдем, короче, я в этой майке И норм Просто эту майку сразу можно было выбрать Ну там чуть более стильную, скажем так Ну как тебе моя майка? Ну сейчас прям такое, серфчингу Она стоит 50 тысяч Руби, правда Че, че, 300 рублей? 300 рублей Расскажи Поэтому я про то, чтобы ты точно жил в своих архетипах Не с навязанными рамками Но просто всегда работа стилиста Ну стилисты на то и есть Они тебе просто добавят немножко как бы лоска И тебе будет очень легко в этом стиле Но и при этом ты будешь выглядеть стильно И сейчас, кстати, в последний тезис про маски расскажу Вот только недавно тоже была на нетворкинге, на бизнес-мероприятии на Бали И девушка рассказывала про свою подругу Мы такие все, типа у всех боль залетающие рилсы Типа что делать, как снимать И она говорит, вот у меня подруга, короче, снимала рилсы на хайпе Они все были такие, ну, шутовские, соответственно, со смехом, скажем так Да, с юмором и на хайпе Вот, и она набрала, ну, что-то очень, ну, хорошее количество подписчиков У нее многие на миллионы рилсы залетели Но она просто через три месяца выгорела И сказала, да, в жопу этот инстаграм Ну, у нее просто депрессия Она просто свалила депрессию от хейта И как бы если бы мне был проявлен этот архетип шута Которому в целом, ну, типа, насрать вообще на хейт Ну, есть он и есть То есть шуты очень легко относятся к взлетам, к падениям Ну, типа, не нравится, как бы, твой выбор, мне вообще плевать Ну, как бы, у меня все хорошо по жизни Моя жизнь от этого вообще никак не поменяется Да, и если бы мне этот шут был действительно проявлен Она бы вообще легко этот хейт пережила Ну, как бы, мне тоже в целом все равно на комментарии, которые, там, если люди какие-то пишут Ну, их мало, вот, посмотрим на объемы Хейтеры, если вы здесь, пишите Проверяем, проверяем Наконец-таки вы можете выплеснуть все, что хотели Что за красный пиджак на Бали? Так вот, что... Не-не, я думаю, что там будет хейтеры, типа, я на Бали, все, на Бали она В Самаре сидишь Ну, и давайте камеру вытащим Короче, я к чему, что вот эти маски навязаны, они рано или поздно к чему-то приведут Ну, то есть, невозможно идти против себя же, да И я тоже против того, чтобы какие-то навязывать образы, там, следить за блогерами Типа, о, у него вот это вот прикольно залетело, тоже это сделаю Да ты, блин, не этот блогер У тебя есть своя уникальность То есть, мы, каждый человек на тысячу процентов уникален И у меня есть, на самом деле, твердое убеждение, что конкуренции нет Потому что нет такого же человека, как ты второго Нет такого же человека, как я У тебя свой метод, у меня свой метод У нас своя харизма Мы выросли в разном окружении У нас разные родители У нас разное образование Ты уверена по-разному? Может, геотический код? Все время у меня не кудряются волосы Скорее всего, разные все-таки И поэтому, то есть, каждый человек по-своему уникален И вот моя задача как раз показать миру эту уникальность И тогда ты можешь продавать вообще на абсолютно любые чеки Потому что такого, как ты, нет То есть, давай, наверное, даже так срезюмирую Что вот есть твоя основа, твоя уникальность, да Есть медийка Ну, то есть, ты эту уникальность транслируешь по всем каналам Да, там, ютубы, подкасты, рилсы, выступления, СМИ Там, свой телеграм-канал, да То есть, ты как бы распространяешь свою уникальность массы И третье, самое важное ядро Это понимание болей твоей целевой аудитории То есть, казалось бы, там, проведение глубинных интервью Ну, типа, супер-изи, супер вообще понятная история Но, блин, в 90% случаев все-таки Да, в жопу, я знаю, что хочет моя целевая аудитория Я не буду проводить каздевы А это тоже основа моего метода Потому что мы, ну, как бы, с клиентами тоже обязательно каздевим их целевую аудиторию Для того, чтобы и в рилсы, и в прогревы Забирать все остальные боли и желания целевой аудитории То есть, не просто мне кажется Или я думаю Вот у меня уже есть, там, 30 кейсов Я знаю, что хочет моя аудитория Да ни хрена, блин, не знаю Пока мы с ней не поговорим по, там, правильным коучинговым вопросам Пока не достанем все реальные боли и проблемы Мы будем поверхностные А когда мы четко попадаем в боли Вот, как бы, вот эта вот формула, по сути, высоких продаж, да Уникальность, соответственно, проявленность во всех точках контакта Причем, ну, на основанной твоей уникальности Ну и, собственно, четкое понимание боли и проблем твоей целевой аудитории И, типа, все, вот твои продажи на высокий чек И бесконечный поток клиентов А вот эти вопросы, ты можешь как-то их получить? Я бы, с удовольствием, получил бы эти вопросы Коучик, вопросы Ну, тебе можно? Приходите на курсы На курсы они будут? Да, да А, все, хорошо То есть, в первом модуле мы как раз Я полностью раскрываю все, твои вопросы Потому что это очень сильно То есть, если каждый человек, кто занимается бизнесом У кого есть клиенты, просто проведет глубинное интервью Задаст, а сколько там вопросов? Вопросов 10, 15? Нет, побольше Там 25 вопросов, но каждый под себя их немножко под нишу под своей подстраивает Да, понятно Вот, но там есть, знаешь, такие нетривиальные вопросы В том числе, там, расскажи про свой идеальный день Ну, типа, никто на такие вопросы не задает Но из этого ты можешь очень легко понять Выстроить Понять, какие там, ну, есть желания Желания, боли, куда мотивация Потому что, да, когда я тебя спрошу, расскажи про свои желания Ну, ты, скорее всего, там, начнешь какие-то, ну, плюс-минус такие вещи Которые на поверхности лежат Либо которые навязаны обществу Ну, типа, деньги, машины, путешествия Да, да, да А когда мы глубже пойдем Когда ты проживешь этот вот свой идеальный день И поймешь, кто тебя окружает Что тебе там нравится Да, сколько ты часов работаешь в день Ты уже погружаешься вот в свою точку B И, соответственно, ты можешь быть более открытым Вот, ну, еще КСД Вот, классный тоже способ В том числе и для продаж Когда, ну, человек тебе настолько сильно открывается То ты, ну, спокойно можешь сделать сделку То есть, не для того, чтобы, скажем так, пригласить клиента, чтобы продать Да, твоя, ну, первоначальная причина – это именно узнать свою целевую аудиторию Да Но если ты понимаешь, что, блин, клиент охеренно И у тебя реально есть вся методика, позволяющая ему прийти к результату Ну, типа, как-то странно не, ну, как бы не сделать попытку сделки, скажем так Ну, и чаще всего, там, из 10 клиентов, там, 3-4 точно покупают Мне очень зацепила фраза, я как-то ее услышала, собственно, от Ворона Баффета Что если вы спите и вы не зарабатываете, значит, блин, вы что-то делаете в своей жизни не так То есть, значит, у вас не дифферсированы риски, не дифферсированы бизнесы Ну, то есть, нужно создать такие условия, чтобы даже пока ты спал, к тебе приходят деньги И вот личный бренд – это как раз один из инструментов, чтобы пока ты спишь, к тебе приходят клиенты Потому что, ну, вот, даже там на моем личном кейсе у меня самое крупное выступление было на 5 тысяч человек И ко мне до сих пор приходят клиенты с этого выступления То есть, меня до сих пор узнают люди, такие, блин, ты тогда вот в этом пакете по повышению выступала Это же ты, я говорю, это я, охренеть, а ты же как раз личным брендом занимаешься, а мне же как раз нужно И вот просто полтора года прошло, и до сих пор вот этот шлейф, он несет клиентов И я понимаю, что личный бренд – это, знаешь, как инвестиции Ты и сейчас можешь дивиденды забирать, да? Но чем дальше, тем проценты больше, тем иксы больше Это как формула сложного процента, да? Икс, 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 икс И ты просто себе нарабатываешь имя, нарабатываешь статус И потом, что бы ты ни запускал, то есть, ну, мы достаточно подвержены тому, чтобы менять ниши в том числе Сегодня мы наставники, потом такие, да, уже я пойду на ВБ Потом, ну, ВБ сделал, добился результатов И что-то еще хотел запустить, и люди за тобой будут идти Ну, это, естественно, про вот эту вот историю с диверсификацией рисков И с тем, что это все больше и больше и больше тебе проносит деньги, слабое признание и так далее Но сразу хочу сказать, что, типа, это не волшебная таблетка Инфобиз очень любит продавать, типа, миллион за два дня и так далее То есть, личный бренд – это то, с чем нужно работать каждый день Кстати говоря, как одна из хороших формул, то есть, типа, если ты хочешь прокачать свой личный бренд Например, выступай, то заходи в какие-то образовательные площадки Там прокачивайся, и там, соответственно, тебе доносится Ну, всегда, конечно же, проще быть известным в какой-то, там, ну, как минимум в своей нише Да, но это немножко сложно, да, потому что все-таки, ну, как бы, конкуренция есть Да, конкуренция Но если когда ты заходишь в сообщество и становишься популярен там Это вот первый этап, когда ты можешь, ну, забрать аудиторию этого сообщества А ты знаешь, что она твоя целевая И, как бы, вот, пожалуйста, тоже твои продажи, твоя известность И плюс, ну, дальше ты уже начинаешь выходить за рамки этого сообщества Или, там, уходить еще одно сообщество Ну, то есть, зайти в бизнес-сообщество и там выстроить личный бренд Это, ну, один из таких самых простых и быстро окупаемых, скажем так, путей, да Вот, но если мы говорим не в рамках чисто сообщества Ну, в целом, начать выступать достаточно легко Ну, тоже есть там свои лайфхаки по поиску площадок Ну, даже, там, самым простым могу поделиться Заходите в телеграм-канал Заходите в свой телеграм и просто вбиваете, там, типа, бизнес-сообщество Бизнес-нетворкинги и свой город, там, Москва, Питер, я не знаю, Самара, Стамбул Вообще, что угодно Русские сейчас везде есть Да, это правда Сто процентов Вот, и вы находите много разных пабликов, которые привязаны к конкретному бизнес-сообществу Вы находите их организаторов Ну, там, всегда в шапке профиля, ну, в закрепленных есть контактное лицо, с кем можно связаться И спрашиваете, там, о ближайших мероприятиях Можете сразу спросить относительно спикерства Прямо созвониться с человеком и сказать, что, типа, вот, я хочу выступать Уметь такие-то темы, ну, как бы, заинтересовать потенциального организатора Организаторам всегда нужны классные, интересные спикеры Ну, опять-таки, да, то есть, я против того, чтобы идти прям в холодную сразу на выступление Но, типа, сначала, то есть, заинтересуйте организатора Почему именно вы будете классным спикером И это не обязательно про какой-то опыт, там, в 50 бизнес-клубах Ну, все с чего-то начинают, это нормально Но интересная тема, интересная подача Опять-таки, там, упакованный инстал, на который перейдет, да, этот организатор Такой, о, ты прикольный, ты интересный, там, какие-то классные темы вещаешь И я понимаю, что, там, моему бизнес-клубу это актуально, окей, приходи И вначале, да, окей, это будут выступления стоить, ну, каких-то денег Ну, там, в среднем выступлении в Москве стоит 35-40 тысяч рублей Но это же окупится, типа, с одного клиента Ну, то есть... Это если мы говорим про инфобизнес А если, например, там, строитель или кто-то еще Или ты все-таки больше про инфобизнес, вот, с точки зрения личного бренда? Личный бренд же не только... Не только, совершенно не только Но я сейчас, да, больше говорю про экспертов, которые могут, ну, выступить И, типа, быстро, быстро забрать себе клиентов То есть это, ну, выступление очень быстрый способ прогрева аудитории Мы в социальных сетях можем год клиента греть, да, холодного А тут пришел, 40 минут от выступала И, типа, ну, тебя даже со сцены могут купить Ну, если классно выступить Да, да, да Вот, а все, что касается более твердых предпринимателей Для них личный бренд, знаешь, мне тоже такая фраза нравится Что для предпринимателей личный бренд как вторая нога То есть одна нога – это его бизнес, а вторая нога – это его личный бренд Который тоже дает поток трафика на его же бизнес И он может быть выстроен не только на, соответственно То есть клиенты могут приходить не только на бизнес Но клиенты могут приходить на этого предпринимателя Через его харизму подачи, через его личный бренд И точно так же он популяризирует, соответственно, свой бизнес То есть это второй еще поток трафика Расскажи, ты, вот у тебя есть компания, которая занимается упаковкой личного бренда То есть когда ты все полностью ведешь, но и также ты еще обучаешь Вот расскажи про вот это направление обучение. Да, смотри, вот как бы такую небольшую прелюдию скажу, то есть почему вообще я начала уходить в обучение, потому что когда я лично работаю с клиентами, мы там снимаем релсы, там 30 релсов или 60 релсов, я ввожу на сцену, но я это все делаю под ключ для клиентов, и после того, как наша работа с ними заканчивается, они такие, типа, блин, а что дальше делать? И я говорю, ну смотри, мы можем с тобой работать хоть год, то есть у меня есть клиенты, с которыми я год работаю, потому что они понимают, что, блин, медийка – это долго, и вот там, типа, 30 релсов – это супермало, мне нужно, чтобы мы с тобой там в долгую пошли, как бы, но есть те клиенты, которые с мной поработали там 3 месяца, например, мы там сделали несколько выступлений, несколько подкастов, поснимали релсы, и они такие, блин, круто, а что дальше как самому это все делать? Ну, потому что все сделегировано, и как бы нет вот этого понимания, и я поняла, что… Сделегировано, потому что вы все делаете? Да, потому что я делаю все под ключ, то есть человек не понимает, почему у него там такие архетипы, или почему вот такой у него стиль, то есть, ну, нет такой цели-задачи, потому что, ну, типа, мне интересно, делал мне все под ключ, Вот, я даже не хочу в это вникать. И я просто говорю, окей, завтра у тебя выступление, вот так-то готовимся, послезавтра у тебя какой-то подкаст, послезавтра вот релсы, вот твой сценарий. Это я бы сравнил, знаешь, как с чем? С стиралкой. Я вот, когда жена уезжает, я не могу стиралку запустить. Я такой, а как это вообще должно работать? Ну, типа, куда заливать и так далее? Вот это примерно то же самое. Да-да-да. И я уняла, что, блин, нужно создать как раз курс или какой-то продукт, где люди, ну, то есть, где люди смогут, собственно, обучиться этому самостоятельно. Потому что, ну, реально еще не у каждого эксперта есть вот это вот чувство вкуса и там сделать даже красивую фотографию себе, не каждый может. Не каждый может снять, ну, нормально свет поставить, просто какие-то базовые правила света, что, ну, типа, вот так сидеть хорошо, вот так вот сидеть как бы плохо, у тебя тени на лице, и ты выглядишь, блин, старо, вот так. И, соответственно, когда человек уже начинает какие-то релсы снимать самостоятельно, очень большая разница между профессиональным съемкой, да, и между съемкой, соответственно, самостоятельной. Я поняла, что как бы мне нужно этому обучить, чтобы люди могли хотя бы какие-то, элементы, ну, то как бы полностью, да, зайти и прокачать себя, там, других людей, потому что я всегда ее, ну, как бы, знание, чтобы ты мог не только себя распаковывать и прокачивать, но и других людей в том числе. Ну, просто забрать какие-то элементы, чтобы ты просто в базовой жизни мог сделать не хуже. И вот отсюда как бы родился вот этот вот продукт. И я сейчас как бы в личной работе, ну, совмещаю, то есть, если я понимаю, что клиент готов идти глубже, ну, то есть не просто вот по верхам мы с ним как бы поснимали, я за него работу сделала, он хочет сам разобраться. Я ему говорю, вот тебе вот этот модуль, вот этот модуль, вот этот модуль, все, типа, иди изучай. Там все есть практики, там есть куратор, который это все проверяет. Вот там сейчас, например, я веду мастер-группу, где вообще мое личное вовлечение. И это очень прикольная комбинация, когда человек уже после, там, трех месяцев работы со мной, он и получил и результат, и понял, как это работает, и дальше вообще может делать это все самостоятельно. Вот, то есть, как бы, с одной стороны, ну, ясен фиг, что личная работа со мной стоит гораздо дороже, чем курс, потому что, ну, то есть, ну, у меня нет задачи вообще на нем, там, очень, ну, там, ставить очень большую цену, я просто хочу, чтобы он ушел больше в массы. Вот, но, как бы, я понимаю, что это более такая правильная история, что клиенты могут быть более свободными, а чем больше людей у нас будет, ну, реально, с достойными, там, социальными сетями, достойными выступлениями, ну, мне, честно, лично, как бы, это приятно, что у нас, там, больше проявленных людей становится и больше таких уникальных людей, которые проявляют свою уникальность. Вот, поэтому это, вот, как раз и шла история именно с созданием этого курса. Давай я расскажу про архетипы, про типы и как, например, их там находить. Да, окей, давай чуть поподробнее расскажу. Ну, вообще, архетипы – это узнаваемые образы, и на самом деле архетипы, ну, то есть, допустим, это, там, самые простые ассоциации, да, если мы говорим про ребенка, что мы сразу, что мы представляем, что-то маленькое, милое, о котором хочется заботиться, хочется его обнять, и вот архетипы – то же самое. И если мы, допустим, даже, там, на примере каких-то, там, известных актеров или героев, да, об этом говорим, то есть, если Индиана Джонс, да, она сразу ассоциируется с какими-то путешествиями, авантюрами, это архетип искателя. Если мы говорим про, там, Роберта Дауни-младшего, ну, который «Железный человек» играл, да, то у него, там, история с созданием, потому что он создал, там, железный, ну, это костюм «Железного человека», да, это про создателя, ну, и плюс у него, там, архетип любовника тоже проявлен, потому что он такой постоянно в женском внимании, такой альфа-самец. И на самом деле, вот эту историю с понятными, узнаваемыми образами использует маркетинг вообще всего мира, все, что касается и, там, крупных брендов, там, тоже могу примеры привести, все, что касается, там, рекламы, кино, все используют яркие архетипические образы, потому что герой должен запоминаться. И вот, по сути, вот оттуда все самые, как бы, плюсы, весь самый сок мы можем забрать в свой личный бренд. То есть, как работает, там, маркетинг, в том числе, крупных компаний. У крупного бренда точно так же есть свои цвета, есть своя ниша, есть своя аудитория, есть свои шрифты, есть своя миссия, свои ценности. И, по сути, вот моя задача – сделать то же самое, только для эксперта или предпринимателя, или, там, обучить этому. Самое еще прикольное, что, зная свои архетипы, ты можешь под нужной цели… Как их определить? Как их определить? Приходите ко мне на страничку в Инстаграме, у меня есть бесплатный мой авторский тест. Я его не так давно тоже выписала в релиз, можно пройти тест и, ну, хотя бы, там, базово определить свои архетипы. Прикольно, там есть какой-то тест. А как попасть на этот тест? Зайти в Инстаграм, а что делать? В шапке профиля. В шапке профиля в Инстаграме? Да, я думаю, что в ближайшее это. Пару месяцев я его не буду выбирать, потому что он реально очень крутой, и я считаю, что он один из самых точных. Там есть тесты Ники Зебры, там еще тесты нескольких людей, которые занимаются архетипами, но я туда добавила и визуальный ряд, и, соответственно, смысловой ряд. Ну, такого, как бы, я на рынке не видела, и все, на кого я протестировала, они говорят, блин, ну, типа, вообще стопроцентное выпадание. То есть, типа, ты проходишь тест, и тебе выпадает свой архетип? Да, там, тебе три ведущих архетипа личности. О, прикольно, прикольно. Соответственно, да, если хочется понять архетипы целевой аудитории, а я вообще, то есть, мой авторский метод основан на том, чтобы ты понял, там, свои три-четыре ведущих архетипа личности, ты определил три-четыре архетипа целевой аудитории, и еще определил, там, три-четыре архетипа своей экспертности. И вот на этом пересечении ты определяешься с твоими бренд-архетипами, их тоже, там, порядка трех-четырех, но не больше пяти, и вот в этих бренд-архетипах, которые и закрывают и твои сильные стороны, и сильные стороны твоей экспертности, ну, как бы, и желание, и более твоей целевой аудитории, ты вот в этом едином комбо себя всегда транслируешь. И ты, по сути, и един, и уникальный, потому что это комбо только твое, только у тебя есть такая аудитория с такими болями, только у тебя есть такой продукт. И, по сути, вот оно как бы, скажем так, алгоритмически более-менее понятная история с определением своей уникальности, как тебя именно транслировать и визуально, и с точки зрения стратегии. И о чем я еще говорила, почему архетипы классные, они помогают еще и целей достигать нужных, подключая, знаешь, это как некие субличности в твоей личности. То есть вообще в нас есть все 12 архетипов. Просто какие-то больше проявленные, какие-то меньше проявленные. И вот, допустим, у шута есть очень классная стратегия, там, типа, легко тестировать гипотезы, он легко относится как к взлетам, так к падениям, что-то получается, классно, не получается, похер, погнали дальше. И вот когда, иногда, допустим, тому же самому мудрецу, который очень любит в глубину идти, ему очень сложно тестировать разные гипотезы, нет, нам сначала нужно это вот только вот так вот глубоко протестировать одну гипотезу, а вдруг мы где-то ошиблись, То это очень сложно, потому что так быстро их не протестируешь И ты можешь выключать стратегию мудреца, включать стратегию шута Легкости проявленности Или тебе нужно на сцену выйти, ты тоже включаешь стратегию шута И что бы какая бы жопа ни происходила на сцене, ты такой, да ладно, похер, потом разберемся Или когда тебе нужно уйти больше в бизнес-процессы Например, это стратегия правителя, которая за систему, за команду, за делегирование, за четкую стратегию И ты, соответственно, подключаешь этот архетип и понимаешь, зная его сильные стороны, ты как бы на нем выезжаешь Круто, если хочешь пройти тест, обязательно перейди по ссылке в описании в инстаграмчик И, соответственно, либо в шапке профиля, либо просто пиши тест в директ Если в шапке профиля вдруг нету, такое может быть Ну и через время какое-нибудь пройдет Вот, соответственно, все, ссылочка там Так, у нас финал, у нас конкурс Конкурс, что ты приготовила нам? Разыграть нашим, дорогим Да, ну смотрите, друзья, я надеюсь, что вы сегодня уже погрузились в историю с пониманием того, зачем нужен личный бренд Наверное, на ту камеру, да, лучше говорить Зачем нужен личный бренд И мне очень хочется, чтобы как можно больше людей соприкоснулось вообще с этой ценностью Вот поэтому я готова разыграть личную консультацию с собой Со мной Личную консультацию со мной Относительно вашего личного бренда Разберем ваши цели и задачи Будет очень круто, чтобы вы к этой консультации немножко подготовились И прошли тоже тест по архетипам, чтобы я вам дала конкретные рекомендации, как нужно себя проявлять Разберем в том числе и ваши продукты Ну и поработаем над вашим позиционированием, покреативим В том числе над тем, как можно себя нестандартно проявлять для того, чтобы вы выделялись Вот, поэтому готова подарить вам личную консультацию со мной Супер, супер, личная консультация Так, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе Твоя задача обязательно прямо сейчас поставить лайк Подписаться, чтобы алгоритмы YouTube поняли, что все классный видос Классный начал его дальше куда-то ранжировать И в комментариях напиши Мы сегодня говорили много про архетипы И мы затронули вообще такую классную вещь, как архетипы других людей Железный человек или Человек-паук, например Ну, как угодно С каким персонажем Может быть, это, кстати, персонаж твой личный Например, твой дед или твой отец Или кто-то еще Распиши архетип человека, которым ты вдохновляешься Или на которого ты хотел бы быть похожим Это может быть знаменитость Это может быть супергерой Это может быть какой-то твой родной человек И самая интересная, прикольная, необычная Вдохновляющая история Соответственно, которую мы выберем Получит этот разбор Этот, соответственно, подарок Для того еще очень важно Напиши в комментариях Когда пишешь комментарии Напиши, как с тобой связаться Либо Телеграм Либо Ватсап Либо что-нибудь еще Потому что в YouTube мы тебя не сможем найти Все По ссылочке в описании Быстро пиши комментарии Короче, какой архетип тебя вдохновляет Что это за архетип И кем бы ты хотел быть Ребят, всем спасибо за просмотр Всем счастливо Всем пока Всем на связи Все, прокачивайте личный бренд Спасибо, что пришла Было очень мощно Вот так вот Все, было очень мощно Было классно Все, всем пока До связи Кто красавчик Подкаст